Приветствуем всех наших дорогих друзей и уважаемых зрителей. Вы на канале многодетной семьи, семьи Азимовых. С утра я находилась в своей прачечной и из окна увидела вот такую картину работающих моих сыновей. Слезы радости и умиления потекли из моих глаз. И я на мгновение вспомнила, сколько всего мы прошли и пережили, какой трудный и тяжелый путь был до этого времени. Сколько сил, здоровья, терпения, сколько переживаний было за этих деток, пока они выросли. Раньше мне казалось, что дети очень медленно растут, а сейчас я не успеваю оглянуться, а дети уже выросли. И переживаний, и забот не стало меньше, их стало больше. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев за каждым из них, чтобы сбить их с правильного пути. Да сохранит Господь и поможет каждой семье, и сохранит каждого дитя, посвященного Богу. Впереди еще столько переживаний и тревог, пока вырастут все наши дети, и станут твердыми и сильными в вере, и чтобы никакой ветер сомнений их не поколебал и не нарушил их мир с Богом. Друзья мои, пусть Господь благословит и сохранит все ваши семьи и всех ваших детей. Минутку воспоминания и грусти оставим позайти и перейдем к каждодневным, повседневным нашим житейским заботам. Нужно готовить еду и кормить детей. Ранее я сделала банановый хлеб, и если вы хотите получить видеорецепт, то напишите под этим видео. Также я замариновала курочку для шашлыка, и мой муж сделает стейки на ужин. Денечка здесь у нас делает апельсиновый сок. Кекс получился очень вкусным, мне понравился. К шашлыку мы всегда маринуем лук, просто заливаем его 5% уксусом. В последнее время, когда выросли наши старшие дети, нам редко удается сесть за стол всей семьей. Кто-то чем-то занят, кто-то учится, работает, или кто-то с друзьями поехал на ужин, на обед. Дэнни, сколько апельсинов вышло? Семь. И сколько там литр есть? Думаю, что есть, да, литр? Наверное. Из семь апельсинов один литр. Ну зато какой вкусный. Укроп здесь я подсушиваю немножко, промыла. Подсушу и нарежу, и выросилку заморозу. Раньше мы из куриного мяса делали шашлык. Нарезали его на куски, нанизывали на шампура и жарили. А сейчас пришли к такому мнению, что быстрее можно пожарить просто сразу готовое мясо. Обычно мы жарим только бедрышки, они намного вкуснее и сочнее. А потом быстренько нарезаем. Это упрощает и ускоряет по времени. Бедрышки покупаем сразу без кости и без шкурки. Мариновать это мясо очень быстро и легко. Нам понадобится все по вкусу. Немного растительного масла, соль, черный перец, молотый кориандр, нарезанный лук, паприка и немного уксуса 5% Обычно, когда мы едим мясо и шашлыки, то к этому блюду не подходят никакие салаты, ни гарниры. Просто мясо, лук. И иногда я делаю картошку в мундире или толченую картошку. Сегодня суббота и нас очень мало. Дети порасходились кто куда, кто у бабы, кто у тети Оксаны. Есть такие дети, кто не хотел кушать. Так что всем этой еды хватило и еще даже осталось. Что, вкусно? Вкусно. Понравилось? Конечно. Теперь можно так делать, да? Я обещание дал. Какое? Ну, невкусно сваренный суп должен прихваливать. А, да? Это объясни, когда ты-то обещал. Получается не только суп, а все, что ты не спечешь, все, что ты не сделаешь. Ну, значит, тебе... Не, я обещание давал такое. Ну, банан, брат, тебе понравился? Конечно. Очень вкусно. Обещание ты когда давал? Ага, 20. Четыре года назад вот будет. Да? Ну, не раз вкусного ничего не было. Всегда все вкусное. Ну, я помню это обещание. За невкусно сваренную суп прихваливать. За невкусно несваренную еду. Или приготовленную еду. Молча есть и прихваливать. Молча есть. Да, ты что, ты детально даже помнишь, да? Ну, это не мой закон был. Ты молодежь, так что стряпали. Ну, да, я всегда могу. Такие правила. Показу для тех, кто переживает, что у нас большая семья, и мы мало готовим. Вот все, что осталось с обеда. И хочу сказать, что мы и наши дети, мы много не едим. Мы едим столько, сколько требует наш организм. Ну, а здесь я показываю, что я была в Гудвиле и купила вот такую вот вазочку, которая стоила 30 долларов. Я ее купила за 4,99. Я ее отмыла, и она выглядит как новая. Я давно такую хотела приобрести, но жалко было тратить на это деньги. Кто-то из подписчиков спрашивал, как поживает наш котенок, чтобы мы его почаще снимали. Котенок у нас живет в комнате Алакса с Давидом. Они там полностью за ним ухаживают, кормят его. Ну, а мне теперь осталось следить за тем, чтобы он не царапал мои ковры и мою мебель. А еще он любит шкодить в городе, копает там ямки, опорожняется. Так что тоже не из приятных вещей. Здесь я показываю небольшой фрагмент из распаковки, из сайта, тему. Я покупала все на день рождения Анжелины. И некоторые вещи, две вещи я решила сдать. Это подставка такая маленькая для торта оказалась. И еще одна сцена, которая мне показалась очень тусклой, не такой, как на картинке. Я оформила возврат, и мне пришло сообщение, что деньги мы вам перечислим снова на карточку. А эти вещи можете выкинуть или пожертвовать. Вот такое впервые у меня случилось. Ну, за бесплатно можно и оставить. Я у них в тот день очень много накупила. А видео с распаковкой этой посылки вы можете найти в плейлисте распаковки посылок. Также на канале, в плейлисте «Мои рецепты» есть уже готовый видеорецепт этого муравейника. Это, правда, очень вкусный десерт. А еще недавно мне мой старший сын Артур говорит, «Мама, вышли мне срочно ссылку на то, как ты готовишь борщ». У меня попросил один человек. Я говорю, «Слушай, сынок, а у меня нет в рецептах моего борща. Ведь это так просто, его могут готовить все. Но, как оказалось, что его могут готовить не все. Так что, возможно, когда-нибудь я сделаю рецепт этого борща для тех, кто не умеет готовить». Посмотрите, вот она наша красавица. Подошли топочки, плачешь. Как красиво, да, доча? Да. Только вот она была в гостях, и там ее кошка сильно поцарапала. Доча, смотри сюда. Как же плохо, что себя киса поцарапала. И на ручках тоже, да? А ручка не болит, а там маленькая. Да. Ну все, доча, ты красивая у меня девочка, да? Все подошла. Повернись, так покружись. Это я мама порезала пальчик. Покружись, доча, покружись. Покружись, давай. Ага, еще. Ой, какая красивая. Доча, а мама тебе еще купила вот такие подарки. Смотри. Будешь собирать картинки. Ты умеешь? Да. Я сейчас тебе покажу. Смотри, еще такая. Как ты думаешь, тебе понравится? Да. Садись на пол. Давай, садись. И мы сейчас будем с тобой заниматься. Какой ты хочешь первой дочи играть? Какой? Вот этой? Давай. Доставайся. Это просто эта. Да. Это будет мама тебе задавать вопросы. И ты будешь искать такую фигурку. Так, Адриночка, давай, открывай пакетики. Смотри, тебе нужно сейчас по цветам. Ты знаешь красный цвет? Да. Открывай, значит, звездочки. Нет. Круг. Открывай. Маловера, это же. Папа, стоя на. Идем с нами, кто хочет. А там еще есть большой лотон, наверное, для всей семьи. Да. Кто будет играть с нами? Сейчас я с Адриночкой поиграю. Адриночка, а ты уже догадываешься? Давай, сначала будем цвета учить. Это какой у тебя цвет, дочь? Какой цвет? Нет, какой цвет ты взяла? Желтый. Желтый. Где желтый будет цвет? Вот так. Да, вот здесь. Давай дальше. А что, например, не желтый? Ты собираешь сначала все желтые? А вот еще желтый. Так, цвета, значит, тебе будет легче, да? А где еще желтый? Хорошо. А еще какие есть цвета? Это какой цвет ты держишь? Синий. Синий, давай. Где синий? Что там? Дети сидели на полу и увидели в окно вот такой вот красотой. Говорит, мама, смотри. Действительно, смотрите, друзья. У нас холодно, правда. Очень похолодало. Радуга, был сейчас дождь. И смотрите, какое там багровое небо. Вау, прям аж горит. Закат, видать, хороший был, красивый. Какая красота. И вот такая вот здесь красота. Снаружи. Кто приходит так вот с детками играть и отвлекаться, кто показать вам вот такой вот мощь. Ну что, Адерин, ты уже поиграла? Да. Так, это какой цвет у тебя? Какой это цвет? Ну-ка, ну-ка, вспоминай. На букву К. Какой цвет на букву К? Красный, правильно. А зеленый где у тебя цвет? Зеленый где цвет? Оранжевый. Оранжевый. Ага. Апельсин, да, это? Хорошо. А теперь нам давай будем задание вот такое по карточкам. Мадриночка. Ты видишь карточки? Давай теперь ты найди такую фигурку. Где такая фигурка оранжевая? Нашла, положи ее туда. А теперь такую фигурку найди, желтую. Где она? Они там все внутри у тебя. Смотри на эту карточку. Это какой цвет у нас будет? Какой цвет? Да, здесь не сильно понятно. Оранжевый или красный. Сейчас понятно, когда посмотрю. Наверное, это красный будет. Потому что... А вот... Дочь, давай. Это красный цвет. Это какая фигурка? Нади такую фигурку. Адриночка. Нашел. Нет, вот такую фигурку найди вот здесь. Вот такую фигурку. Вот такую фигурку. Не цвет. Фигурка где? Вот такая. Да. Только ты оранжевую взяла. Немножко цвета разные. Молодец. А теперь такую фигурку. Такую доча фигурку теперь. Все сюда? Нет, вот. Вот. Какая-то вот фигурка. Как вот эта. Смотри сюда. В общем, будем заниматься. Хорошая игра. Авенир. Авенир. Как у тебя дела? У тебя получается? Адриночка, ты сможешь такие картинки делать? У меня нету, ходи. Ты поставь эту картинку вот сюда, сыночка. Давай. Адриночка, давай сначала Винечек соберет картиночку, потом ты. Да, доча? Адриночка, ты можешь поставить, Адриночка? Нету, скажи. Адриночка, ты можешь поставить, Адриночка? Где четыре? Где? Допускай, что? Я хочу, поди, Эль. Когда придешь, твоя очередь? Адриночка, принесите игру, где она? Адриночка, принеси там, Бинго, игру на столе. Адриночка, у тебя все получилось? Нету. Теперь нужно будет Адриночка. Адриночка, собирай картинку. Ты не теряй хорошо эти игрушки, да твои будут игрушки и будешь играть. А потом подарим, потому что ты уже большая девочка. Потом подарим маленьким деточкам. Нет, 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 не подходит. Это круг. Они должны быть разноцветными. Ставь сюда. А это желтый? Кто заполнит, тот будет что делать? Ай-29. Дети мне говорят... Мама, папа сюрприз какой-то сделал. А какой сюрприз? Ух ты, даже с компотом налили. Вот это да. Мы приехали с собрания. Что-то пахнет костром. Что-то вкусно похоже, да? Тебе же доложили? Нет. Ты как будто не знаешь. Ну, что-то папа заготовил, сказали, да. Все, давайте уже кушать. А почему на собрании мы не были, расскажите людям. Ну, ты же знаешь, что случилось. Ну, что же. Ну, расскажи, что бывают такие ситуации экстренные. Да, вот я позвонил Фернер и говорит, Рой там прилетел. Пришлось ехать, забирать. Стрес, пьес, спасали. Наверное, не услышали. Рой улетел или прилетел чей-то, да, наверное? Ну, у меня же пасека стоит украдение. Получается, твой Рой вылетел? Ну, может быть. Мой, может быть. Не мой. Ну, хорошо. Женщина позвонила, сказала, что приехать срочно. Фернер. Мой фернер, у кого я стою. Окей. Ну, она же женщина. Она же женщина. Она женщина. Вот. Ну, муж не звонит, она в основном там. Ну, она же там все это заведует. То позвонила, сказала, приезжай, срочно нас снимай. Рой. А мы уже собирались на собрание, так что. Что там, казан закрытый? Не могу открывать, все уже готово. Уже готово. Приступайте. О-о-о-о. Я уже готова. А пистолетиков нету, да? Не купили, да? Мы тут раз. Ты же хотел купить и не купил. Ты же всегда не даешь возможность. О, так много ты сготовил. Почему много? Это... Я думал, у нас есть в морозилке. Ты обычно много покупаешь. Нету больше. Я ничего не знаю. Угу. Какой? Это баранин, да? А что-то курочку не взял даже. А есть курочка, да? Много. Ты ножки нашел, что ли? Я поехал, купил. А, ножки купил. Да. Обычно из-за этого же с бедрышков делаем вкуснее. Ну, только были эти. А, ну хорошо. Ну все, спасибо большое. Наши праздники продолжаются. Кушаем и кушаем и кушаем, а? Давай тебе накладывай и кушай. Угу. Итак, у нас сегодня обед. Обед. От нашего. Папы, да, детки? Да. Барашка. Какая картошка красивая. А вот наша. Как настоящий пирожок. А укурочка. А это окурочка. Мясо, да? Ты любишь мясо? Да. Да. Там, наверное, еще в казане есть. Папа еще не все выложил. Алиночка, помоги, красавица, маленькая девочка, Адулиночки. Ай, маленькая. Да, да, да. Ты не маленькая? Да. А почему пижамку не переодела девочка еще? А я хочу пижамочку. Тебе нравится в теплые пижамки ходить, да? Да. Мне холодно. Холодно, правда. На улицу холодно. И дома прохладно. А дома холодно. И в церкви тоже. Такой кондишнер включили. Тоже замерзли. А что в церкви ужасно холодно? Да, было сегодня очень холодно. Так, а где все? А у нас не все. Как всегда, в воскресенье кто-то куда-то идет. Артур уехал свозить бабу в магазин. У меня нет. Аликс с Давидом к друзьям. Дерек тоже у нас в гостях. А где Анжелиночка? Кто-то спрашивал из подписчиков, пахнут ли у нас здесь цветы. Нет, друзья. Не пахнут. Это такая катастрофа, когда мы приехали и покупные цветы, розы, они вообще не пахнут. Пахнут только те, которые в огороде. Так. Ну вот эти вот пионы, которые с поля. А мне тоже арбуз. Сейчас, солнышки, я здесь видео снимаю, подождите. Вот эти пионы, они шикарно пахнут. Это, смотрите, все, что осталось от Алекса с Давидом. Бутончики расцветают, вот беленькие, живучие. Жалко, красных нету. Так, по поводу арбуза. Арбуз пахнет арбузом? Арбуз пахнет арбузом? Да. Да. Очень-очень чуть-чуть не сравнить с арбузом, который в Узбекистане. Хороший арбуз, красный. На вкус как, сладкий? Да? Вкусный? Так. Эти цветы не пахнут, розы были. Они совсем не пахнут. Так что фрукты тоже не пахнут. Клубника не пахнет. Все, что с магазина, цветы и фрукты не пахнут. Но арбуз пахнет, ну так, не сравнить, как вы не помните. Вы не знаете, как в Узбекистане арбуз пахнет. Не так сильно, да. Так, как наши дети арбуз кушают? Я прошла к такому выводу, я прошла к такому выводу, что я им сразу вот так вот нарезаю. Такую четвертинку нарезаю еще на три части. Потом срезаю шкурку и нарезаю такими треугольниками. Кажем в тарелочке и с вилочкой, чтобы они кушали. Чтобы у них ничего не текло, чтобы они не пачкались, да. А шкурки сразу вот в компостную нашу бочку. Вот меня ожидают. Сейчас я вам тоже нарежу арбузик. Вот они все наши деточки. Конфеточки. Что, Эбочка, у тебя аллергия на глаза? Нет. А что ты прячешь глазки? Нет. Аллергия на камеру. Аллергия на камеру? Нет. Окей. Вкусненько, да? Да. Еще хотите? Да. Да. Да, еще очень есть. Сегодня у нас 20 мая. А цветы подарили 12 мая. Бутончики расцвели. Сзади нашего района есть стадион. И после каждой игры выпускают вот такие вот салюты. Они не дешевые. Я не знаю, это за счет города, стадиона или, возможно, каких-то спонсоров. Но вот так вот мы тоже бесплатно наблюдаем салюты. С детками приехали в магазин в рост. У меня 60 доллара есть свои. Все в магазин и все что-то хотят, да? Я не. Я не, потому что у меня свои деньги есть. Вот купили такие платочки. Смотрите, мне так нравится этот материал вообще. И то, что 2 за 8 долларов. Это наши Адеринки. Зеленый цвет, правда, мне не очень нравится, но путь будет яркое. Где-то в парк пойдем, если. Ее можно видеть. И вот эти вот 2, мне кажется, за 10 долларов. Ага, 10.99. Вот они. Такие хорошие платочки. Они такие вообще, их хоть стирай, хоть что, не мнутся, гладить не надо. Да, очень такой материал прям супер. И карманы. Такое же платье. И главное, по 2 вместе. Очень выгодно. Я купила еще с магазина. Очень выгодно есть платье покупать. Малыши карманы есть. Так, сколько у нас в магазине? Раз, два, три, четыре, пять, шесть детей. А Денни? А Денни себе красотки ищет. А я, шесть, семь. И восемь, мама. Ну все, пойдемте. Сейчас уже магазин закроется. Вы здесь никакой обуви? Посмотрели, вы здесь валяете? Так, рубашечки и шанишки давай на собрание посмотрим. А винирочку с Жериком. Мальчики. О, надо Аделиночке найти обувь, потому что она постоянно теряет свои. Надо, чтобы был запас. Здесь вот что-то наподобие. Ой, какие красивые десятки. Чинс долларов. Вот эти вот крокеры. Как это? Крокс? Крокс. Крокс. Крокс дорого стоит. А эти крокс? Эти? Существует 35 долларов. Но дороговато, а? А у тебя какие-то тапочки. Могут голубые есть. Десятки. Я не люблю вот такой свет голубой, не знаю. А я люблю. Да? Я люблю. Да? А вот мне вот именно такой голубой цвет вообще не нравится, не знаю. И Филиппу я. Мама, вот есть Микки Мауса. Микки Мауса тоже не люблю. Вот здесь простые. Адриночки найдите, восьмой размер. Мама, смотри, Майки нашла. Восьмой размер. Это кому? Это девять. А надо восемь. Восемь найти. Вот какой-то десятый. Ну, это очень неудобный. Ищите восемь. Мама, вот восемь. Размер восемь. На собрание. Да? Такая у меня нога большая. Сколько стоит? Я знаю. Тринадцать долларов. Ой, да? Страшная какая. Давайте пройдемте дальше, детки. Бегом, бегом. Сейчас закроется магазин. Идемте посмотрим, что у нас здесь есть красивого. Интересная картинка. Красивая. Тринадцать долларов стоит. Так. Идемте, детки, дальше. Пальмы какие красивые. Тридцать долларов стоит. Красивая картинка. Какая-то дама в чалме. Интересная просто. Просто бумага. Такая интересная. Так, здесь что-то интересное. Рамки для фотографий. Картинки, зеркало. У нас такая, именно такая. Да? Так. Какой-то всякий декор. Нам, в принципе, ничего не надо. Но иногда гуляем. А вдруг что-то такое интересное встретится. И захочется что-то обновить. Так, здесь у нас кухонная утварь. Ой, хочется, конечно, погулять, но... Мама, времени мало стало. Нет времени, да. Мама! А? А ну, бутылку мне. Бутылку тебе? Да. А мне, скажу, сколько? Мне кажется, в Бурлине-то немного бутылок. Интересно. Мама! Так, тережку нашу возьмите, а я так пройду. Мама! 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 Ты что-то росла? Что это? Мама! Ух ты, интересно! Интересно, сколько стоит? Не вижу. А, 4 доллара. А какое мороженое будете делать? Будет больше валяться, чем будете делать. Мама, а мы эту купим. А? Мы эту купим. Что это? Ты ставим морозилку, потом в лончбокс, а еще еда не остыла. Ой, нам это не надо вообще. Сейчас у нас такая еще погода холодная, ничего вообще не пропадает. А вот я нашел. Ну так, нашел? Понравились? Почем? Я тоже нашел. Ты как раз? Так, беленький. Можешь мне заменить свои капсы. А можно игуску купить? Так, ладно, не будем тратиться. Все есть у нас. А какие полы грязные? Ну, видите, какие тоже. У меня тоже такие есть. Мама, смотри, не мыли. Смотри, какая красная. Мама, какие грязные. Грязный пол. Они просто здесь рот убрали, видите? А это с годами так испачилось. Они здесь что-то обновляют. Так, тележка там наша осталась. Возьмите тележку. Так, по-быстрому покажу. Пробегусь вам. А, да-да-да, сейчас уже бежим. Бежим, бежим. Выйдем самые последние. Я в Алмарте купила лимон. Намного дороже, чем здесь. Здесь 4 доллара. Интересно то, что досочка такая. Она с бортиками силиконовыми. И не будет так вот юзаться. Вообще здорово. А это помидор. А нет, яблоко. Или помидор на яблоко похож. Что, сыночка? А можно игрушку купить? Не надо, наверное. Зачем деньги тратить? А я хочу туфли купить. Так, туфли или игрушку? Игрушку. Мы же сейчас искали туфли. Не нашли, правильно? На твой размер. Твой размер нет? Так, что здесь тоже? А можно игрушку купить? Что-то из посуды интересное. Посмотрим. А можно меня купить? Что, сыночка, тебе купить? Игрушку? А какую ты хочешь игрушку? Классную. Классную? Вот, а здесь для огорода. О, кстати, у меня вот это вот сломалось. Не знаю, как это будет. Сколько стоит? 7 долларов. Можешь взять мне. Секаторы у меня сломались на солнце. Ну-ка, держи, дочка. Нам это не надо, солнышко. Так, или какой секатор? Сколько он стоит? 4 доллара. Ну-ка, покажи мне там, что за секаторы. Может, этот возьму маленький. А вот такие вот горшочки длинные. Для семян сеять редиску, укроп 7 долларов стоит. Мне цвет не нравится. Голубой. Цветочные горшочки вот здесь есть разного цвета. Какая-то статуя какого-то человека. Здесь немного мебели такой продают. Все, идемте, детки уже закрывают. Пошлите. Не знаю, Лен. Так, я себе все пуфик под ноги ищу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.